Добрый вечер, с вами Юлия Максимова и новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу подготовить законопроект, корректирующий порядок изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Печь идет о снижении срока неиспользования сельскохозяйственных земель с 5 до 3 лет. Ранее Министерство сельского хозяйства сообщало об инициативе по передаче неиспользуемых земель, нуждающимся бесплатно. Кроме того, вскоре можно быть повышена ставка земельного налога на 1,5% от кадастровой стоимости участка. Госдума рассмотрит законопроект о бэби-боксах. Законопроект предполагает определение требований безопасности бэби-боксов и порядок их эксплуатации. Речь идет об организации спецпунктов, где матери смогут анонимно оставлять нежеланных детей. На сегодняшний день в 13 регионах России установлен 21 бэби-бокс. Однако эта практика до сих пор не урегулирована законодательно. Власти Ростова проводят мероприятия по благоустройству придорожных территорий сразу в нескольких районах города. В частности, на некоторых улицах проводится так называемый срез грунта. Эти работы ведутся для того, чтобы грязь не попадала на проезжую часть. Городские власти в настоящее время ведут работы по благоустройству придорожных территорий на улицах Интернациональной Всесоюзной Ростовской переулки Беломорском. При хороших погодных условиях работы по срезу грунта продлятся до середины ноября. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области в период с 15 по 17 августа предупреждает прислужба Донского ГЛО МЧС. Спасатели поясняют, что при такой погоде есть вероятность остановения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Накануне обведения особого противопожарного режима сообщили администрации Ростова и Таганрога. Введено временное ограничение пребывания граждан в городских местах и в местах авто-мод транспорта на территории городских лесов. С июня прошлого года из-за запрета на курение ресторана потерял их товарооборота от 10 до 30 минут. Введено в том, что пуляющие посетители сократили время пребывания в заведении, утверждает эксперты. Директор Института наркологического здоровья на ЦАЛИЦИКОВ считает, что закон закон о запрете пыли не доказал свою эффективность. Директор Института наркологического здоровья на ЦАЛИЦИКОВ. Института наркологического здоровья на ЦАЛИЦИКОВ. Директор 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 Института наркологического здоровья на ЦАЛИЦИКОВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...